В настоящее время специальная следственная комиссия уже установила причину пожара на рынке Исатай. Она оказалась на редкость банальной. Нарушение электроизоляции в проводке и короткое замыкание. Причина пожара установлена. По заключению специалиста ИПЛ департамента, выдано, что короткое замыкание электропроводов. Пока еще не выяснена сумма ущерба, однако, к счастью, человеческих жертв и пострадавших во время происшествия не было. Пожар разгорелся в ночь на субботу 21 мая. По официальным данным, первое сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 00.39 минут ночи. Один из местных жителей 11 микрорайона сообщил, что горит рынок Исатай. Первые подразделения пожарной части прибыли к месту происшествия в 00.52. Затем сюда пришлось срочно стягивать дополнительные силы. Всего на месте происшествия в тушении у пожара были привлечены 23 единицы техники и 115 человек личного состава. Общая площадь пожара составила 1980 квадратных метров. Площадь пожара именно торгового центра рынка Исатай составила 437 квадратных метров. На месте пожара горели торговые будики из пластика, продуктовые ряды, одежда, мастерская по пошиву одежды, магазин по реализации пива, крыша кафе «Манхэттен». Пожар сопровождался взрывом газового баллона, находящегося в одном из лотков, где готовили курей и гриль. Затем огнеборцам удалось практически разминировать еще один газовый баллон объемом 50 литров и два кислородных баллона. Пожар полыхал в непосредственной близости от многоквартирных жилых домов, жителей которых пришлось эвакуировать среди ночи. Тогда и выяснилось, что эвакуация местных жителей была заблокирована самостроем. Вот это пожарный проход. Люди вот сейчас сгорела высота. Люди не могли толпой пробиться. Здесь только проход на одного человека. Вот сейчас мы с 4 марта воюем, чтобы они убрали вот эти два бутика, которые незаконно построили. Люди не могут проходить. А это пожарный проход, это скорая. Если, не дай бог, что-то у нас случится, здесь никто не проедет. Мы никак не можем достучаться до наших акиматов, акимам. Пожалуйста, помогите нам убрать вот этот проход. Пожар был локализован в час 52 ночи, ликвидирован еще через полчаса. На следующий день место происшествия посетил Аким области Бейбута Тамкулов. Он заверил, что ремонт рынка и выплата страховых компенсаций будут взяты под личный контроль Акимата и пройдут без волокиты и бюрократии. Рынок и сота, обещают власти, скоро вновь распахнет свои двери.